Выпускница Абрамцевского художественно-промышленного училища точно знает, только абстракция поможет ей выразить бесконечность ее эмоций и образов. Классической предметной живописи это не под силу. Уже более 10 лет она обверяет свои чувства холсту и ярким краскам. И даже иногда за это пространство выходит в предметное искусство. Вот так она видит произведение японского писателя Коба Аба в ожидании года. Абстрактная мысль, она совершенно уникальная. Художник вообще может все изобразить абстракционистом. И музыку, и мелодию, все что угодно. Это такая необъятная тема. Искусствоведы говорят, ее картины похожи на лоскутное одеяло и видят истоки ее образов в народном творчестве. Только у Ирины все гораздо сложнее организовано. И каждый цвет, и форма, на каждом сантиметре полотна здесь неспроста. Каждый раз она вот словно эмоции выплескивает на холсту, но при этом всегда их композиционно организует. Потому что при кажущемся каосе в ее произведениях, как только начинаешь разбирать композицию, ты понимаешь, что она очень хорошо, очень жестко закомпонована. Может ли картина соответствовать словам? Очень даже может. А если слова еще в поэтическом ритме, то особенно. Одну из своих картин Ирина Домбровская написала, оформив стихотворение своего коллеги по цеху. Оно называется «Странное утро», и поэтому там много странного. Синим, ранним, очень странным, сильным, буйным, полным молний. Утром свежим, ясным, рыжим. Красных листьев, чащик полным. Вот таким осенним утром я хотел бы жить сначала, чтобы дробь дождя стучала, рассыпаясь перламутром. Красочность, многослойность, разнообразие для художника Ирины Домбровской нет никаких преград. Ведь только творчество для нее – истинная территория свободы.